Всем привет! Если вы смотрели прошлое видео, то вы знаете, что я поменяла прошлую старую квартиру в Канаде, которая жила два года, она была не очень, и меня совсем не радовало. Но теперь я переехала в новую, сейчас вот мы раскладываем все вещи, и приглашаю вас посмотреть эту квартиру, ну и провести просто со мной день в Канаде. Здесь вот, собственно говоря, такой вход. Здесь достаточно большое просторное зеркальце, мне его не хватало. Достаточное количество шкафов, здесь очень удобно оно все обустроено. Как видите, сразу со входа мы с вами переходим в кухню. Кухня такая двухсторонняя, как в целом и в той квартире, где мы и жили, только исключение в том, что она новая, ухоженная и красивая. Вот вы удивитесь, но в Канаде, сколько я уже не пересмотрела в Калгари квартир, но чаще всего они все какие-то старые, разбитые, раздолбанные, неприятные. То есть, ну, никто здесь особо не следит, что ли, за этим ремонтом. Или это дорого делать, я не знаю, но нам очень повезло и с квартирой, и с хозяйкой. Мы максимально стараемся за всем хорошо следить, как за своим домом. Ну, в целом, посмотрите, здесь все есть. Микроволновка, посудомойка, замечательный большой холодильник с морозильником. Дальше большая печь, что удивительно и интересно. Смотрите, какая огромная печь. Вот, и в целом, ну, все для жизни, что нужно, есть. И большое количество ящичков, куда можно положить, что нужно, разложить и пользоваться прекрасно, и не париться. Так что кухня отличная. Как видите, вот с такой стенкой, и она, типа, open кухня, она сразу же переходит в зал. Но к этому позже, вот смотрите, что еще редко бывает, так это окна дополнительные, обычно только вот там одно окно с балконом, выход на балкон, и все. И там уже, получается, здесь уже полностью стена закрыта. А здесь очень классно, что есть дополнительное еще окно, источник света. Переходим из кухни в, собственно, такой зал. Квартира, сразу же уточню, квартира, она двухкомнатная, два bedroom, то есть по-нашему это три комнаты. Это вещи, которые мы еще не разобрали. Это мое рабочее место, которое было поставлено сразу же, потому что без рабочего места я не могу. У меня куча работы, которые я обычно в целом и делаю тут. Это будем переделывать. Еще у нас остались некоторые вещи, которые нам нужно убрать. Как видите, здесь в коробках еще не все до конца сложено. Это что-то нужно выкинуть, что-то убрать. Но в целом я очень довольна. И идем с вами дальше. Здесь такой проход. Проходим, проходим, проходим. Здесь у нас выход. Ну, а здесь у нас, дорогие друзья, детская спальня. Да, удивительно, интересно и прекрасно. Теперь здесь ребенок мой будет играться. Спать на своей кровати. У него есть свой гардероб теперь. Свои игрушки, все сложено. Столик, все как нужно деткам. Ну, и не только. То есть, все замечательно. Есть свой шкаф. Прекрасно. Эти вещи вообще нужны. Я буду отвозить их сегодня, скорее всего, в Гудвилл. Валю Виллоч вместе с вами. Ну, и тут наша, моя кровать. Моя с мужем кровать. Вот. Тоже такая комната. Такое пространство. Небольшое. Но в целом хватает всего. То есть, нормально. Здесь можно спокойно пройтись. У нас была в той квартире именно вот такая вот как... Это комната и зал. Все, не больше. Здесь шумит сильно лаундри. Очень приятно, что она есть. Потому что у нас не было стиральной машинки. Это было очень грустно, очень печально. Здесь она есть. И стиральная и сушильная машина. Здесь всякие средства стоят. То есть, ну, максимально удобно и классно. И в целом мы уже подходим с вами к концу квартиры. И сейчас я вам расскажу, что почем. Вот. Здесь вход в ванную. Ну, как всегда, зеркальце. Очень приятно, что здесь есть шкафчики со всякими там моими средствами, косметикой. Еще один шкафчик. И сама ванная, как видите. Вот. Еще дополнительный шкафчик. Кто живет в Канаде, тот поймет. Эти шкафчики. Это просто чудо. Потому что обычно здесь внизу один шкаф. Наверху шкаф. И больше не дождетесь. Ничего нет. То есть, ну, как бы унитаз это понятно. Всем понятно здесь. Вытяжка, вытяжка, свет. То есть, ну, все выглядит максимально замечательно. И знаете, вот ремонт, можно сказать, что это европейский ремонт. Потому что канадский ремонт, это ремонт, когда, мне кажется, все такое немножко престарелое. Вот. Но это мое мнение. Потому что я была во многих квартирах. Ну, что я высматривала для себя какие-то варианты. Долгое время. На протяжении двух лет, честно говоря. И я ходила по многим квартирам. И на самом деле, за такую цену, вот сейчас мы арендовали жилье. 1950 долларов в месяц. Плюс электричество. Паркинг включен. Два паркинга. Благодаря хозяйке нам удалось получить два паркинга. И мы очень счастливы, что нам удалось переехать в эту квартиру. На самом деле, нам очень повезло, я считаю. Вот. Так что мы... Вот я сейчас реально наслаждаюсь и этой локацией, где находится этот дом. И этой квартирой. Относительно, наверняка, будут вопросы, почему мы не выбрали дом. Я не знаю. Я бы хотела дом, но, возможно, уже свой. Потому что, знаете, все-таки дом, это, во-первых, дороже. Во-вторых, больше ответственности. Там газоны и все дела. То есть, все это нужно стричь. За всем этим нужно ухаживать. Поэтому пока что мне комфортнее и по локации в квартире, и по, собственно, самочувствию. Единственное, что мне не хватает, это еще больше света. Для видео я только вот снимала. Я обнаружила, что света все равно еще мало. Но сегодня очень хмурый день. У нас дождь. Мы сегодня еще это увидим. Убедимся, когда пойдем на улицу с вами. Нужно поехать по своим делам. И я вас с собой обязательно возьму. Так что вот так, ребятки. 1950 долларов канадских каждый месяц мы оплачиваем эту квартиру. Вот. Но что интересно, мне говорили, что само даже кондо фи, это оплаты по кондо. То есть, за, например, скашивание газона, уборку, очистку коридоров. Да, здесь же все в коврах. Здесь все чистое. Кстати, давайте я вам покажу. Все достаточно такое ухоженное. Да, его должно быть ухоженным. Вентилятор, кондиционер. То есть, ну, как видите сами, это все кто-то должен убирать, полизосить и так далее. Так что такие дела, ребятки. Вот такие вот цены. Напишите, дорого, недорого. Будет интересно услышать ваше мнение. Как вам вообще в эта квартира? Лучше ли она, чем та, в которой мы жили? Как по мне, она точно лучше. Я себя чувствую здесь намного комфортней. И, честно говоря, нормальным человеком, а не бродягой, который заселился в самое дешевое жилье. Видео о самом дешевом жилье тут. Посмотрите, где я жила два года. Далее у меня было уютное утро. Я зажгла свечу, а также сделала ароматный кофе. И пока кофе готовился, я уже почувствовала эти нотки осени в воздухе. Даже несмотря на то, что осень в Канаде начинается с 21 сентября. Ну и потом вкусный завтрак. Я стараюсь есть меньше легких углеводов. Ну, хотя бы утро. Все, ребятки, я уже в машине взяла вещи, которые нужно будет завести в Вали Виллоч и получить 20% купон. Вот так это работает. Люди берут вещи и отдают. Тут мне, кстати, написал комментарий, что только бродяги покупают вещи в секонд-хендах, таких как в Канаде. Я скажу, что многие покупают вещи. И у меня есть очень состоятельные друзья, которые покупают вещи только в целом в Гудвилле и в таких вот Вали Виллоч. Вот. И не потому, что у них нет денег, а потому, что там действительно можно найти качественные вещи за низкую цену. Там можно найти лакоста, полусовершенно, почти новые. Или вообще новые, действительно, я вам показывала даже. Вот. Поэтому в целом и это очень экологично. И правильно, я считаю, не просто потреблять, 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 покупать, 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 а также еще и что-то отдавать. Или брать что-то, что уже было использовано, чтобы оно не пошло в переработку. То есть думаем головой и думаем о мире. Да? Да, ребятки? Я очень люблю в последнее время ездить на машине. У меня теперь появился небольшой опыт. Я стараюсь его максимально набирать. Да и в целом, честно говоря, езда на машине в Канаде, как по мне, она вот прям одно удовольствие. Потому что у нас обычно, вот в наших странах, и даже я уже жила в Польше, чаще всего это какие-то бывают проблемы. В плане того, что люди там тебя обгоняют, перегоняют, нарушают правила. То есть, как бы, если ты стараешься максимально не нарушать, то кто-то может нарушить, и как бы случится что-то не очень хорошее. Понятно, что везде это может случиться, но там вероятность больше. Что говорить уже про Украину, где там практически все нарушают, и ничего за этим никого не будет. А я недавно ездила с таксистом, и он нарушил. Он поехал на желтый, хотя вроде бы на желтый ездить можно, но оказалось, он поехал на такой желтый, когда уже нельзя. То есть, если ты видишь, что зеленый, и ты проезжаешь на желтый, и на второй светофор, то это нормально. Но если ты проезжаешь на желтый, и уже, как бы, пересекаешь эту границу на красном, то все, штраф. И он получил 293 доллара штрафа. Так что, ребятки, нарушать здесь совершенно не хочется. От слова совсем. Поэтому я максимально, как могу, езжу правильно. И в целом, мне это нравится, я не хочу нарушать. Я хочу максимально спокойно ездить по дорогам и не париться. Смотрите, мне подали вот такую карточку 20 долларов. Сюда кидаем донейт. Вот это уже гуд будто я ставил достаточно хороший. И с этой карточкой 20% можно сэкономить хорошенько. Часто я здесь использую вещи для фотосессий, так как покупать за полную стоимость что-то бывает накладно. Понимаете, там, например, какой-то один ящичек купить, он стоит под 100 долларов. А таких нужно, например, 5. Или какие-то еще дополнительные декорации, которые нужны для фотосессии. И их нужно приобретать постоянно, потому что декорации нужны разные. Вот, ребятки. Или, например, посмотрите, какой замечательный стул. Почти новый. Почти новый стул. Или вот совершенно новые перчатки для ребенка. А, нет, наколенники для ребенка всего лишь 5 долларов. То есть здесь классные вещи можно приобрести себе. Бывают новые ящички. Или вот, смотрите, какие классные корзинки. Вот классные вещи. Хорошенько. Можно найти даже классные чехлы на телефон. Я нашла два раза здесь чехол на айфон. Как бы, который мне идеально подходил. И что интересно, что он был совершенно новый. Сегодня я зашла в торговый центр за косметикой с свечами. Только посмотрите, какие хорошенькие баночки упаковали гель для душа. Я обожаю этот магазин. Свечи отсюда пахнут на весь дом. Быстренько пройдемся по ценам. Что я сегодня купила и сколько это стоит. Девочкам, наверное, будет и больше интересно, чем мальчикам. Ordinary. 10 долларов. Неоцинамид. Плюс цинк 1%. Я думаю, что каждый, ну, так, хоть один раз пробовал. Классная вещь. Реально помогает сохранять кожу чистой. И классная все. От Clinique. Я пользуюсь как домашний уход. Плюс решила попробовать вот такую штуку от Clinique. Как уход за кожей перед солнцем. От солнца, можно даже сказать. Мне интересно. Хочу попробовать. Такая штука не дешевая. Она не из дешевой прям супер-мега косметики. Она стоит 50 долларов. Но она совершенно полностью без масла. Как видите, она не на масляной основе. Она очень быстро впитывается. И на коже не остается долго. Это именно то, что нужно. Потому что я ненавижу вот это масляное ощущение потом. Поэтому я в восторге. Так сказать, будем пользоваться. Боже, раньше я была без машины и не могла ничего нормально снимать. Сейчас я могу спокойно себе посидеть. Даже во время дождя и не париться. Ну и дальше свечка, которую я купила. Смотрите. Сейчас будем дома ее, кстати, тестировать. И она стоит 20 долларов. 20 чем-то. Но она прям пахнет настолько, пожалуйста, что я думаю, весь дом будет в аромате pumpkin. Такой осенний уже. Нотки осенние. Приятные. Я уже хочу ее зажечь и провести еще вечер с вами. Это сегодня достаточно долгий влог. Но я надеюсь, что вам он нравится. Поддержите, пожалуйста, меня и мой канал, и мои старания лайками. Я буду очень счастлива. Это будет помогать мне дальше мотивировать делать видео. Ну а я так просто счастлива с вами пообщаться. Потому что я знаю, что у нас вот это вот есть комьюнити наших людей. Которые друг друга понимают. Да. Это прекрасно. Я хочу собрать много таких людей. И, возможно, потом будут какие-то встречи совместные. Ну то я все это в планах. Я надеюсь, что все это получится. Так что, ребятки, оставайтесь. У меня мои зрители самые лучшие, самые понимающие, самые крутые. И даже вот то, что остается какой-то негатив иногда, какие-то комментарии злобные. Ребятки, я понимаю вас. И я знаю, что как бы не все хорошо настроены. И не все меня будут любить. Это совершенно нормально. Так что, как бы там ни было, мне все равно приятно, что вы тут. Вечером я снова организовала уютную обстановку. И села распаковывать посылки, что пришли сегодня. Первое, что пришло, это воскоплав для депиляции. Еще одна долгожданная вещь, это стайлер для волос. Я заказала от Shark. Потому что Dyson мне показался неоправданно дорогим. И как я обнаружила, я сделала правильный выбор. Потому что моим волосам все равно, крутят их или нет. Но они выпрямляются просто через 3 минуты. Эффект пропадает. Спасибо вам, что были со мной сегодня. Ну и до следующего видео. Пока.